вот так пытаются успокоить духа этой девочки на каждом из деревьев висят разные куклы она за волосы висит это алтарь рамка с руками есть куклы в банках почему она одна болтается скажите попасть на остров кукол в грозу это капец иначе привет я и не magic вы на канале magic family где очень много моих самых разных питомцев и много нашей жизни совместной но сегодня будет очень необычное видео для нашего канала я обещала вам поездку на остров мертвых кукол и я свое обещание исполнила и так сейчас я вам все по порядку расскажу а вы пока что подписывайтесь на канал потому что мы идем к 3 миллионам давайте мы сможем ставьте лайк если вы хотите чтобы следующий ролик вышел уже очень скоро чем больше лайков тем больше видео и пишите обязательно свои комментарии потому что они здесь появляются я на них отвечаю ставлю на них сердечки и конечно же я их всегда читаю и к вам прислушиваюсь что я очень много путешествую со своими животными и много про это снимаю рассказываю но в этом случае все пошло совсем иначе потому что оказалось что на остров мертвых кукол который находится в мексике недалеко от города мехико нельзя с животными путь на остров это не просто кораблик из города на остров это долгий многочасовой путь по воде даже не на корабле не на лодке она вот такой вот странной конструкции ну что ж вот этот товарищ отвезет нас на тот самый остров кукол все лодки стоят пустые людей вообще нет некоторые лодки вообще утопленные стоят мы выплываем из города вдоль вот таких домов сейчас врежемся а любовь мексиканцам к черепам смерти и всему подобному во многих местах мексики животные запрещены есть некоторые парки в которых можно животными и парки в которые нельзя животными рестораны которые можно и которые нельзя и так далее то есть pet friendly да и вот на остров мертвых кукол животными нельзя полностью до конца выяснить причины не удастся никому вы просто посмотрите что там произошло и поймете что да хорошо что я была там одна ну что ж начинается тот тот самый час икс мы выдвигаемся на остров мертвых кукол это район мехико он находится достаточно далеко от центра и здесь все изрезано просто такими канальчиками называется у нас очи милька мы пока что едем вдоль каналов до сих пор вообще путь туда длинные около пяти часов и пошел дождь просто самое прекрасное вообще что могло случиться это дождь пойти когда вот именно когда я еду на остров кукол идет дождь класс прекрасно с одной стороны канала на другую просто капец такая переправа до этого он сказал сойти с лодки потому что ты не можешь переправляться на ней сейчас она спустится вот сюда на эту сторону канала тут просто тупо стена жесть мы едем под мостом и тут стоит одна из лодок как будто просто не тут бросили хотите на настоящий остров вот пожалуйста вам люди передвигаются вас между своими домами такие места дорог у них просто вот вода видимо из одного дома они в гости поехали вышло солнце на дождик продолжает идти тут вот реально живут люди охотиться сопля охотиться на лягушку а поймала рыбу и съела а здесь видимо работают как раз стать и лодочники которые эти лодки делают не хуси там ходят и раз от пыли добираться до настоящего острова долго и далеко плывем и сейчас выплыли в широкую часть канала что-то мы такое опять проплываем какое-то местечко такая тишина мы проплываем какое-то странное место и написано на карте что это развлекательный центр я поняла это заброшенный рынок в этих домиках всякие ларьки с едой со всем а вон елка посередине здесь новый год был жесть это заброшенный рынок какой-то с какими-то детскими домиками капец лошадь как живая она живая вообще я бы не хотела жить в этом месте но тут видимо вот в этом доме кто-то живет ну что ж мы на месте и опять пошел дождь я захожу на остров и это просто капец и остров называется на испанском la isla de las muñecas очень много кукол мерзких жутких грязных вообще просто жесть мне кажется тут можно снимать их бесконечно это выглядит крипово и так я вам сейчас расскажу легенду этого острова есть легенда об этом острове которая написана в википедии и она рассказывает вот такую историю я сейчас буду показывать вам остров чтобы вы увидели как можно больше этих жутких просто кукол которые здесь висят развешаны везде их здесь тысячи и расскажу эту легенду а потом расскажу еще одну легенду которая существует согласно легенде в 1950 51 году в водах канала около озера утонула девочка на этом острове жил один житель его звали хулиан сантана барреро он занимался разведением овощей цветов и ловил рыбу и вот будто бы он услышал ее крики и поспешил ей помочь но не успел этого сделать и нашел в воде только куклу и он повесил эту куклу на ветках дерева как дань памяти утопленницы дальше по своим собственным рассказом он стал по ночам слышать крики стоны и шаги будто бы призрак этой девочки плакал и просил у него дать ей еще новых кукол и он якобы еще 50 лет добывал разными путями в основном водах канала этих кукол и вешал их на деревьях этого острова чтобы как бы успокоить призрака но дух никак не исчезал и он начал ломать и уродовать эти куклы считая что тем самым он может сдержать привидение и в общей сложности он собрал примерно тысячу кукол он умер в 2001 году причем согласно легенде именно в том месте где он не смог спасти ту девочку и причины его смерти не были определены по некоторым данным он утонул потому что был пьяный по другим причиной смерти стал сердечный приступ в общем никто так и не может сказать точно так вот еще одна легенда гласит что на самом деле это была его дочь дочь утонула и на утро следующее он нашел куклу и потом к нему постоянно приходил призрак дочери просил еще куклы и он эти куклы вешал на деревья и никак не мог вот с этим мучением жить что его дочь умерла реально дождь начинается это такая еще криповая погода то есть не девушка какая-то а история о том что это и была его дочь там просто кукла плавает в воде и утки что-то едят с гусями не хотелось бы мне оказаться здесь ночью а вы слышите гром гремит просто сейчас польет адовый ливень жесть тут вот целый такой отдельный домик весь тоже завешены куклами представляю каково провести ночь в таком домике просто капец посмотрите на это жесть ребята это вообще просто жесть я в фиге я такого никогда конечно в жизни нигде не видела тысячи просто тысячи кукол маленькие всякие домики и это жесть я сейчас вышла на поляну на которой целая просто вот куча деревьев с этими куклами просто посмотрите на это много домов и все они увешаны куклами есть даже какие-то будки просто кукольные вот так пытаются успокоить духа этой девочки видимо это ее матрасик чтобы она тут спала вешают ей эти куклы еще одно местечко еще один домик это его фотографии и рассказ о том как он здесь жил дон хулиан по моему это как раз его племянник который единственный житель острова остался после него здесь жить просто посмотрите на эти деревья на всех деревьев вы понимаете сколько здесь кукол мне кажется никто даже в этом видео просто не сосчитает сколько их здесь это невозможно сосчитать здесь вот такие деревья и на каждом из деревьев вот каналы получается там через канал кстати какой-то дом вот там вот возможно в нем кто-то живет рядом с этим местом на каждом из деревьев висят разные куклы и все дерево завешено до самого верху причем деревья сухие высохшие на них нет листьев ничего только вот так вот висят куклы это просто капец просто стремно жесть а вот это вот посмотрите кукла такая висит просто вот на дереве вот так подвешено как человек веревка на которой висят эти куклы реально пошел дождь и оказаться сейчас здесь на этом острове под дождем вообще стремно просто я сейчас стала под крышу одного дома и тут тоже мертвые куклы только посмотрите на это барби еще ладно вот эти вот все пупсики жуткие но я думаю вы слышите да какой идет дождь и я сейчас нахожусь вот под крышей просто какого-то одного из зданий это капец просто капец мы отсюда не уплывем здесь тоже целая стена просто из кукол некоторые вот так повешены это явно кукла из вот этого черного ила в реке у парня который вез меня сюда на этой лодке у него когда он достает эту палку из воды она вся черная поэтому это очень похоже на то что все эти ку все эти куклы достают из рек жесть выглядит просто жесть они реально просто жесть а вот на этих посмотрите подвешенные висят некоторые люди еще пишут что замечали как какая-нибудь кукла шевелилась если вы увидите как какая-нибудь кукла шевелится напишите еще одно какое-то домик здания весь забор в куклах и этот домик это здание тоже в куклах и здесь тоже все в куклах это хуже чем комната страха это я не знаю как это назвать пожалуйста на самом деле у меня не особо есть слова я это все вижу и у меня теряется дар речи не еще все такие разные она за волосы висит а вон какая жуткая кукла в общем я читала разные истории и разные люди пишут разные страшные вещи некоторые люди пишут что видели как какие-то куклы шевелились некоторые рассказывают что слышали какие-то голоса в общем истории мистических про это место очень много какие же они все стрёмные посмотрите на вот это только и всех их реально не заснять потому что их огромное количество висит просто везде везде они попрятаны в разных местах они все очень разные вот это вообще есть на каждом дереве просто такое ощущение что какая-то огромная волна воды вынесла на берег вот такое количество кукол они все зацепились и и вот так висят посмотрите туда видите просто сколько их вы видите как это выглядит висит черепушка и еще куклы и вот там вот голова куклы просто на дереве все ветки каждая ветка куклах но но вот эти вот который вот так выглядит это конечно прям жесть тут продолжение острова я бегу туда потому что идет дождь мне нужно спрятаться сейчас там еще одно здание тоже забитая куколами посмотрите вау мамочки вот это вообще на самом деле многие лодочники сюда даже не соглашаются ехать и вообще многие просто по религиозным убеждениям не хотят сюда приезжать потому что это страшное место для них они считают что оно проклятое что лучше вообще сюда не ездить это алтарь видимо это центральная комната как будто с этого помещения все и началось здесь как будто самые первые куклы и начинались то есть он здесь возможно их собирал изначально вот это криповая прям там такие руки посмотрите это рамка с руками я просто понимаю что я не смогу показать в видео всех потому что их очень много их тут столько много и я просто в шоке кто-то вот такой вот расплавленный например здесь вот тоже алтарь и такая старая кукла какая-то как бабушка здесь такой комод у которого ручки сделаны из рук кукольных мне кажется реально что какие-то звуки или шорох или голоса но из-за того это банка с частями кукол головами банки с кукольными частями головами и руками жесть куклы в банках просто мне кажется что я такое могла видеть только в фильме ужасов каких-нибудь в реальности вы увидите это в реальности находиться здесь вот так вот близко к ним гроза гроза начинается то есть я нахожусь сейчас на острове в нескольких часах посмотрите целое кресло забитое куклами мертвыми и вся стена в них у нее глаза как настоящие просто как живые мне кажется как будто на честно меня прыгну сюда люди приносят подаяния всякие в виде заколок в общем вещички для девочки которая утонула это как ее алтарь то есть все кладут сюда что-то для нее гром гремит просто вот идет дождь и гремит грома вы помните про эту куклу я рассказывала видео у меня было на и не magic видео про эту куклу вот это вот крипово провести ночь в таком месте вот это просто жесть реально гремит гром просто гроза начинается а это вот такое вот зеркало с куклами там такая большая кукла дождь идет реально дождь идет их столько много так много просто невероятно сколько их здесь я шоке и гром гремит этот дом который как бы центральный у него еще снаружи вот сколько трупаков мертвых кукол висит и здесь вот там внутри свечи горят и здесь такой вот мостик еще один мостик и вокруг этих мостиков тоже везде все в трупах кукол и гроза и гром и дождь и вот сейчас прямо я нахожусь в этом месте я одни и те же слова говорю просто посмотрите посмотрите на это потому что я потому что я в шоке у меня нет слов это надо такое сделать а это вообще что что происходит почему вот эта кукла болтается почему она одна болтается скажите мне почему почему все не шевелятся а она шевелится это куклы насаженные на штыри головы кукол насаженные на штыри можно даже можно и заблудиться даже тут среди этих трупов у меня мокнет айфон камера у меня мокнут микрофоны и по ходу надо сваливать ребята просто адский дождь идет вот это действительно настоящее приключение попасть на остров кукол в грозу когда они мокрые гром гремит сумасшедший просто ветер дует холодно реально ураган и нам по ходу надо отсюда уходить потому что просто сверкают молнии нам надо уплывать мне кажется это капец иначе льет адский дождь гроза гром гремит ой посмотрите паутина из тел а нам еще много часов возвращаться обратно на лодке потому что мы сюда плыли очень долго потому что это настоящий остров кукол реальный не те фейковые на которые возят разных туристов он очень далеко мы очень долго сюда плыли за большие деньги из-за того что день был солнечный я даже не взяла никакую одежду то есть я просто в футболке в одной лучшее время на острове кукол просто ураган гром гремит дождь грязь слякость отлично я перебегаю из домика в домик чтобы заснять хоть какие-то кадры даже когда идет дождь дело в том что он сейчас очень сильный и косой и гром гремит адский просто только что грянула огромная молния я уже вся вот так вот дернулась и надо сейчас найти нашего лодочника моего и спросить можно ли нам сейчас выбираться в такую погоду потому что он сначала когда пошел маленький дождик сказал что надо уже ехать но я еще чуть-чуть поснимала и короче дождь начался намного сильнее а через пару часов начнет темнеть потому что сейчас уже очень много времени и чем мы будем делать сидеть на острове тут по легенде забирать с острова кукол даже самую маленькую куколку ни в коем случае нельзя потому что иначе ты будешь проклят просто только мне могло так повезти чтобы попасть на остров мертвых кукол такую погоду чтобы просто вот такой дождище шоу вы гремели молнии и гром посмотрите кто там висит какая-то страшная черная обезьяна вау я вот эту куклу не видела с вырезанным животом еще и крыши протекает ой кукла в коконе паучином мне кажется вот сейчас заканчивается надо бежать кукла в клетке на этом дереве огромный медведь просто висит жесть слышите гром какой короче буквально вот сейчас закончился на несколько минут дождь я вся промокла у меня мокрые насквозь ноги у меня мокрая футболка и прямо сейчас нам нужно бегом отправляться потому что иначе если он продолжится а там гремит прямо адска то мы застрянем на этом острове лодочник очищает лодку от воды вот так я походила по острову кукол мокрые насквозь просто вот отплыли несколько метров и солнце вышло дождь закончился гроза не гремит все прекрасно все таки это было мое обещание обещание надо выполнять я его выполнила за это я заслуживаю лайк потому что это был капец вот такое вот приключение надеюсь вам понравилось это видео